привет меня зовут лилу вы смотрите программу 18 плюс вы все конечно я говорю сейчас о мужчинах думаете что вы мачо и никто не предполагает что может быть на самом деле он такой себе чмо кто таким мачо а кто такие чмо давайте узнаем вместе в программе 18 плюс прямо сейчас добрый вечер друзья я рада что вы не спите и дождались таки наши программы вы смотрите программу 18 плюс в гостях у меня роскошная девушка заслуженный мастер спорта по вольной борьбе ирина мерлей доброго вечера добрый вечер ирина когда я решила побольше узнать информация теперь естественно я обратилась google и там вот такой вот список огромный ирина александровна мерлени заслуженный мастер спорта по вольной борьбе и олимпийская чемпионка и столько регалий и наград когда ты успела ну я сейчас пятнадцатые руки начала заниматься вильной боротьбой и должен дело статой олимпийской чемпионкой даже счастлива и рада еще все же таки вдалось и меня здесь на эту свою мрию и статую олимпийской чемпионкой у тебя очень красивая фамилия мерлени расскажи историю этой фамилии потому что не у каждой украинке вот такая себе фамилия ну насправді у меня спочатку было совсем иншее прозвище но в 2002 году я приехала до грецы и почала выступать за сборную грецеи на коммерциальных турнирах и в той час мне запропонували взяти греческие прозвище мерлени и уже навіть коли я повернулася додому и почала выступать под прапором украины все ж таки вы решила не изменю свое прозвище у тебя как у меня прям сценический псевдоним только у тебя своя сцена а у меня своя и так друзья внимание на экран давайте немножечко больше узнаем об этой хрупкой но непростой девушки ирина мерлени украинская спортсменка олімпийская чемпионка по вильной борьбе народилася ирина мерлени в месте камбанец подельскому займатися боротьбою спортсменка почала в 15 років завдяки братові олексій який став першим тренером і суперником спортсменка є тричи чемпионкою світу двічи чемпионкою європи і звичайно важливим досягненням є отримання титулу олімпийської чемпионки в афинах в 2004 році відповідальна волява професійна спортсменка ірина мерлени двічі була номінована міжнародною федерацією по вільній боротьбі як жіночі обличчя цього виду спорту скажи как часто ты бываешь в ночных развлекательных шоу программах ну вот как наш например сьогодню ну не дуже часто я вже навіть і не памятаю не бываешь часто потому что у тебя режим спортивний нужно рано ложиться спать или потому что просто не случалось быть напевне напевне не траплялося часто бувати в таких вечерних нічних а режима придерживаешься ну ви знаєте коли виступала коли професійно займалася спортом режим був на першому місці а тепер все расслабилась зараз інакше тому що в мене вже є двоє діточок і я вже три роки тому залишила великий спорт вже більше часу определяю саме громадські діяльності і своїм діточкам але по-прежнему ти остаєшся в прежнєм весі 48 кг як тобі це удається? ти знаєш, дуже складно с тобою сидіти в кадрі я далеко не 48 кг і я так, понимаєш, втягиваю живот так підтягиваю спинку щоб выглядеть ізящній рядом з тобою дякую я займаюся для себе все одно займаюся танцями мені дуже подобається зумби якими танцями? зумби? о, я теж займалася зумби, це класно тобі ж подобається полденс і, мабуть, кушаєш якось переборчиво, да? ну, намагаюся вже після восьмій години все ж таки навечеряти тема нашої сьогоднішній программи «Почему все жінки мечтають о мачо, але вибирають, як правило, чмо» дуже серйозна тема давай з тобою спочатку розберемося хто такий мачо глазами Ірини Мерлені? якими признаками він має обладати? мачо? ну, напевно, це має бути вродливий чоловік дуже самолюбивий, самопевнений в собі він має мати купу прихильниць обов'язково може ли от нього пахнути сигаретами? обов'язково парфуми обов'язково, напевно, волосся навіть гелем або накрахмалами мачіни, якщо ви такі і дивитеся нашу програму у вас є реальний шанс понравиться Ірини Мерлені скажи мені, будь ласка, а що значить красивий мачіна в твоєму розумінні? в моєму розумінні гарний чоловік в першу чергу це, напевне, внутрішня краса але обов'язково, знаєте, так як я вже спортом займалася я завжди, коли дивлюсь на чоловіків фактурку, фактурка є чи ні? це одно спортом ну інакше неможливо тому що стільки років, знаєте, я теж тренувалася я багато підтягувалася, віджималася, качалася багато часу проводила у тренажері скільки можеш качатися? я зараз не знаю скільки ну по соразі віджималася ось така девушка у мене в гостях а що думають по цьому поводу наші селебрити о чому і мачо ми зараз з вами знаємо все жінки мечтають о мачо, а выбирають чому потому що нефіка вообще мечтати о мачо не треба создавати себе каких-то идолів а треба понимати, що реальність такова що всі ми прості люди не без своїх із'янов поэтому, девочки выходіть замуж любити обычних мужиків наших і тоді всі іллюзії взагалі вважають всякий смысл ну а выбирають як правило треба продовжити здесь треба як правило чмо з деньгами не всі жінки выбирають чмо деякі мріють про мачо і выбирають мачо але насправді це не факт що це гарний вибір буває ну не знаю почему же чмо выбирають не всегда бывает таке, що выбирають може бути не з картинки не з іділічної а просто выбирають для життя но бывають случаи коли береш вроде би в свою життя мачо ну тут уже как попадет как угадается це ж судьба мачо 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 поэтому кто не готов тот іщет другого видишь мнения у всех разные но чтобы соответствовать такой девушке как ты действительно нужно быть мачо хорошо давай теперь вернемся к теме программы что такое вообще чмо мужчина вот как некрасивое слово но вот есть такая даже поговорка и из песни как говорится слов не выбросись а не мачо так я чула эту песню я думаю что многие ее слышали ну вы знаете это напевне не мачо это не мачо мы уже поняли недостатньо вихованный або недостатньо с повагою относится до жинки а может быть так что он просто излишне скромный может быть очень зажатый и не может себя хорошо презентовать так как это делает мачо и поэтому мы ошибочно складываем о нем мнение так это какое-то чмо не я так не вважаю я думаю что если человек румязливый скромный это тоже подобается женкам это тоже большой плюс этому человеку а не мачо это напевне человек не стримует своих обетенок не выправдовывает сподевания жинки скажи почему девушки как правило предпочитают встречаться с вызывающими такими мужчинами а вот когда заходит вопрос о браке они как правило выбирают других мужчин ну знаете это так можно так можно сказать и про человека не может быть ну напевне знаете сначала мы все оцениваем из первого взгляда человека ось красивый человек ось как интересно было бы встречаться познакомиться так ось а а а а а а а в жизни познакомились когда лучше узналась человек бачишь что напевно ваши думки ваши погляди в жизни розбегаются что вы не совсем подходите один одному вам не совсем комфортно быть поруч и напевно переключаетесь уже на того человека может он не такой завроды но вам комфортнейше с этим человеком он больше про вас он не настолько самолюбивый так думают большинство женщин потому что социологические опросы говорят о том что женщины как правило бросаются на картинку естественно им нравится такой глянец глянец таких мужчин как правило часто снимают в рекламах часто снимают в кино о них пишут в книгах и вот женщины у них рождается такой вот образ вот каким должен быть мужчина но потом когда они пару раз обожглись для жизни они выбирают все таки доброту и отзывчивость как говорила ты и считает что те риски и лишнее сердцебиение им совершенно не нужны когда ты была совсем юная занималась спортом кто тебе больше чаще всего попадался на пути какие мужчины чему или мачо ну вы знаете так как я тренировалась я занималась вильной борьбой то тебе вообще никто не попадался потому что ты была занята все молодые люди с которыми я встречалась сами были связаны с силовым видом спорта то есть они априори были всем мачо вот так девушки да вам пожалуйста вольную борьбу если хотите там найти мачо то там одни сплошные мачо вот ирина мерлини только что подтвердила а чему были в своей жизни напевно в жизни каждой женщине были те люди про яких не всегда хотелось бы вспомнить что ты посоветуешь девушкам наши программы которые нас сейчас смотрят вот если они сейчас вот сидят и понимают что вот рядом с ними сидит чимов как от него быстрее избавиться вот как начать новую допустим другую жизнь просто перестать с ним встречаться вот прямо сейчас вот сейчас она сидит с ним на диване и просто перестать с ним общаться уйти в другую комнату ну вы знаете если и справдя это самый лучший напевно выход потому что но если девушке не подобается все же таки она может залишиться и можно певать ему да песню чему это я не мачу каждый вечер и кто ты такой девушки вы должны конечно же выбор делать сами но у нас еще будет пара полезных советов от Ирины Мерлейни не переключайтесь а у нас рубрика ликбез для взрослых мы с тобой уже взрослые леди можем поговорить о нашем женском обсудить мужчины ты с подружками часто мужчины обсуждаешь? ну и люди бывает а где это чаще всего бывает дома за бокальчиком вина либо может быть в бане и сауне я думаю еще частейше это бывает когда мы влаштовываем таких девичник святку ему якусь 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 ты в караоке поешь потому что очень неплохо напела попала во все ноты которые можно было попасть поешь в караоке твои самые любимые песни мы улюбленные песни насправде багато разных песен подобается а в каком жанре ты предпочитаешь пить? и лирика и попсам и мне подобаются душевные такие песни так друзья если вы в караоке услышите душевные песни а потом драйвовые а потом лирические то знаете это где-то неподалеку Ирина Мерлени и она сейчас вас будет удивлять а мы возвращаемся в рубрику ликбез для взрослых и так к чему приводит традиция женить вождя на нескольких десятках красавиц племени шелука в центральной Африке что с ним после этого может случиться? я думаю что человеку это ничем не загрожит а вот женок жалко то он просто кайфует да, а женщины как-то вот ну завжди каждой женщине хочется быть знаете единой и неповторной для своего человека особенно если ты его любишь и удружаешься с ним так думает Ирина а что думают наши селебрити мы сейчас с вами узнаем это очень острый вопрос я постараюсь ответить тоже остро не знаю мне кажется что вот эта вот традиция женить вождя на нескольких десятках женщин приводит к тому что у него просто проблема уже потом с эрекцией из потенции потому что нужно несколько десятков женщин это же если каждый вечер даже принимать половину из них себе в покое то простите пожалуйста чувак устанет дайте отдохнуть мужику уже наконец это он дал уже слушайте импотенции потому что каждая хочет внимание каждая хочет ласки я думаю что сложно справиться сразу с двадцатью хотя если размеренно себе расписать график что там например недельку с одной следующую недельку с другой ну в принципе жить можно это даже какое-то разнообразие очень интересно было бы но не факт что каждая будет нравиться поэтому наверное какое-то очень сильно не повезет ну несколько может не повезти не мое а она жена уже и ты с этим ничего не поделаешь видишь все думают по-разному на самом деле это приводит к смерти вождя потому что в этом племени считается что если женщины жалуются на мужчину что он их не удовлетворяет этого вождя ожидает казнь поэтому не едьте в северную африку мужчины не берите в жены два десятка жён потому что будете в общем каюка вам будет ты бываешь откровенно вообще с кем ты бываешь откровенно кому ты доверяешь свои тайны своим близким людям а много у тебя таких людей говорят что просто с возрастом близких людей у нас становится все меньше и меньше у тебя сколько таких людей ну дайкелька ты говоришь им свои тайны когда тебе плохо или когда тебе хорошо в разные моменты смотрясь от ситуации на какую тайну мы общаемся бывают такие моменты что мне просто хочется зателефоновать и именно в этот момент поделиться с подругой или со своей мамой она моя наиболее подруга понятно жалко что я не отношусь пока к близким людям Ирины но все таки 10 горячих вопросов я ей задам отвечать нужно быстро и максимально честно и так ты носишь неудобную обувь потому что она красивая так лучшее место для первого свидания на твой взгляд в парке что чаще всего можно встретить в твоей продуктовой корзине молочные продукты йогурты игрушки из секс-шопа это хорошо или плохо думаю что это хорошо в повседневной жизни брюки или юбки сукни ну тебе красиво в платье кстати да я отметила Бред Питт или Джонни Депп? Бред Питт а почему Бред Питт? ну он мне больше подобается харизмой своей хотя возможно если познакомиться поспілкуваться с Бредом Питтом и Джонни Деппом возможно думка изменится ты поешь в душе? так Ирина поет везде в душе в краке здесь в студии я думаю что если Ирина захочет сменить профессию у нее это получится итак твоя самая необычная сексуальная фантазия я еще не продумала какие комплименты тебе делают чаще всего? много разных комплиментов завжди приемно а главное чтобы они были знаете от души еще раз извините девушки в студии говорят мне говорят что у меня очень красивые ключицы или мне говорят что у меня такие нежные розовые пяточки говорят что я хорошо выглядываю что женщина что люди смотрятся что действительно я могу заниматься таким серьезным видом спорта это аквильная борьба ты знаешь я тоже не верю пока я с тобой не попала в зал я вас запросую спасибо но если только на полдэнс твоя коронная фраза коронная фраза ну Никола не сдавала ты себя завжди в парад это и девиз наверное да твоей жизни который тебя сопровождает поэтому наверное столько было побед скажи пожалуйста как ты поддерживаешь себя в форме нужно дать совет девушкам потому что вот многие сидят и думают ну как же ей это удается а такая маленькая такая крупная такая сильная и подтянутая всего 48 кг я думаю что незалежность от века все одно нужно находить все таки время на здоровый способ жизни на занятия физкультурой хотя бы несколько раз на неделю ну и напевно на ночь не наедаться а что делать чтобы глазки горели вот знаешь говорят что вот женщины очень красиво выглядят когда у них горят глазки что ты для этого делаешь не знаю ну наиболее меня поднимают настрой это мои девочки это мои два сыночка Артурчики Адамчик я всегда когда думаю про них або спелкуюсь або провожу час с ними у меня всегда очи горят и так у нас следующая рубрика письма в студию тебе вообще часто пишут в соцсетях так очень часто и ты всем отвечаешь не всегда неможливо вид повести кожу ты то есть читаешь и листаешь дальше или вообще не читаешь ну по-разному бывает еще она ведь пода килька дни не захожа в онлайн ты знаешь что сейчас тебе придется ответить потому что на письма в студию невозможно не ответить потому что бывает иногда нужно дать совет и так здравствуйте мне нужен ваш совет мне нравится мой врач стоматолог мы с ним примерно одногодки нам где-то по 30 у меня от него реально бабочки в животе я попыталась дать ему понятие это подолгу задерживала на нем томный взгляд говорила с ним низким хрипловатым сексуальным голосом но он не ведется зараза а я уже реально все челюсти вылечила и лечить больше нечего как дать ему понять что пора меня уже пригласить на кофе ну может быть саму сами спробовать запросить его на каву якщо подобается как думаешь это сработает ну я не знаю чи це спрацю но это уже будет знаете той момент когда будет уже действительно зрозумило или все-таки вставлять зубы продолжать их рихтовать я думаю еще можно вы сами вживарто спробовать и нуде женщин проявлять инициативу и это работало? вот так вот так девушки это работает поэтому вы не представились к сожалению приглашайте своего стоматолога не стесняйтесь может быть и у вас будет счастье как у Славы Каменской из группы не ангел она вот тоже пригласила своего доктора на свидание а теперь вот видите двое деток уже можно поздравить я благодарю тебя за то что ты нашла время в этот вечерний час прийти в мою программу пожелай что-то нашим телезрительницам на сон грядущий вообще как ты готовишься ко сну? по-разному бывает это значит как по-разному ты готовишься ко сну? мне даже подобаются ванне процедуры перед сном длительные длительные ты заходишь в ванну и пропадаешь там на несколько часов ароматизованная сель по повеску мне подобается ну пожелай что-то нашим девушкам и парням которые сейчас смотрят программу что-то эдакое хочу всем побажать гарных и приемных снег это было пожелание от Ирины Мерлини а я хочу обратиться к нашим мужчинам которые сегодня смотрят нашу программу что по социальным опросам среди мужчин у 95 процентов преобладает ген чмо что это за ген честно говоря я не знаю и только 5 процентов мужчин обладает геном мачо так вот если мужчины если вы посмотрели в зеркало и поняли что вы не мачо не расстраивайтесь вы живете среди таких же не мачо вокруг это шутка конечно же наверное и в каждой шутке есть доля шутки доля правды я благодарю вас за то что вы сегодня были вместе с нами до встречи ровно через неделю в программе лилу 18 плюс пока я думаю что после просмотра нашей сегодняшней программы многие мужчины ударили себя в голове сказали ну конечно же я мачо мужчины да мы вас любим а не за то что вы мачо или чмо мы вас просто любим смотрите программу 18 плюс каждое воскресенье и а и Редактор субтитров А.Семкин